Ковид-19, внезапно обрушившийся на человечество, жизнь многих семей разделил на до и после. Безобидный вирус вдруг стал смертельной угрозой. Ковид унес тысячи человеческих жизней. Весь мир в ожидании следующего этапа эпидемии. Будет ли он и, если да, то каким? Сможет ли избавиться человечество от опасного заболевания, выработать иммунитет против него? На вопросы вестей ответил Александр Трофимов. Подробнее Мадина Кракетова. Март 2020 года для россиян стал началом настоящего испытания. Ковид-19 обрушился на все регионы страны. Маски, перчатки, санитайзер стали с тех пор неотъемлемой частью жизни каждого россиянина. С начала пандемии в России заболели около 923 тысяч человек, 15 685 из которых скончались. С такими результатами, казалось бы, пандемия стала отступать, но заговорили о втором этапе. Александр Александрович Трофимов изучению коронавируса посвятил 36 лет. Во внушительном списке образовательных учреждений, которые окончил Александр Трофимов, Институт молекулярной биологии Академии наук СССР. Он автор диссертации «Диагностика коронавирусной инфекции иммуноферментным методом». Не один десяток лет проработал главным ветеринарным врачом в научной производственной системе, также научным сотрудником лаборатории респираторных вирусных болезней НИВИП. Вообще история коронавирусов началась в 1965 году. В то время открытие коронавирусов связывали, он не приносил больших вреда человеку. То есть это были легкие формы ОРВИ. Переносилась она достаточно просто и не придавалось никакого такого значения. Единственное, что для науки он был интересен. Так почему же безобидный вирус вдруг стал убийцей 21 века? Постарались люди, слишком далеко зашли в своих экспериментах, говорит профессор Трофимов. По его словам, коронавирус уже проявлял себя в 2002-2003-2004 годах в виде атипичной пневмонии, когда он назывался SARS, и также унес около тысячи жизней. Пережили и слава Богу. Потом следующая вспышка произошла в 2012 году. Она произошла в Саудовской Аравии и в странах арабского мира. Медицина, к сожалению, неадекватно среагировала на ту вспышку и на вторую вспышку. С позиции 36 лет я могу сказать, что его можно контролировать, ну будем говорить, на условиях амбулаторных, на уровне дома, не доводя до больницы. Если принимать решительные меры. Александр Трофимов на основании 36-летнего изучения коронавируса создал свою авторскую методику его лечения. И самое главное, по его мнению, мгновенная реакция на симптомы. Какие препараты? Очень простые. Рекомендации. Бисептол. Идете в аптеку, покупаете бисептол. Потом трихопол, фурзалидон. Все, достаточно трихопрепаратов, чтобы сразу активно контролировать ситуацию. Коронавирус, по словам Александра Трофимова, тема уникальна, что попав в организм, способен активизировать тысячи и тысячи микроорганизмов-возбудителей. ОРВ только сотни, для сравнения. Если применить такую мощную противомикробную атаку, то достаточно трех дней, чтобы стабилизировать обстановку. Особенно это важно для людей возрастной категории от 33 до 66 лет, как особо уязвимого для коронавируса. И, конечно же, питание. Оно должно быть высококалорийным. В рационе должны присутствовать картофель, айран или кефир высокого процента жирности, мясо, в том числе и домашние птицы, бройлера. Если все так просто, так почему мы сегодня имеем столько случаев заболеваемости и даже летального исхода? Сам собой возникает вопрос. Представите ситуацию, как происходит. Человек затянул, привозим к больницу. Там тоже протяжка времени. И потом начинается. Потому что не подобраны антибиотики, лекарственные препараты. По тысячу вот этих возбудителей как можно подобрать? Какая КДЛ, клиника диагностическая лаборатория, в течение 24 часов может подобрать антибиотики? Никакая. То есть в мире таких нет. И поэтому мы получаем такой результат. Сейчас общественность, только начинающую возвращаться к спокойной жизни, будоражит разговоры о надвигающейся второй волне эпидемии. Александр Трофимов обращает внимание на ее цикличность. Три месяца активность, три пассивность. Откуда он начался? Он начался с октября 2019, октябрь, ноябрь, декабрь. Это были самые мощные его вспышки в Китае и в ряде других странах, в Соединенных Штатах Америки. Потом январь, февраль, март. Затишье. Ну, то есть снизился, я не говорю, что его не было. В некоторых местах проявлялся. Вторая волна – это апрель, май, июнь этого года. Теперь, если брать третью волну, третья волна будет, опять же, повториться октябрь, ноябрь, декабрь. Ожидается также, по словам Александра Трофимова, четвертая и пятая последняя волна, которая придется на октябрь, ноябрь, декабрь 2021 года. То есть ковид-19 должен пройти круг в пять этапов. С 1 января 2021 года мы можем поднять такой бокал за избавление от этой, так сказать, инфекции. То есть вот это пятикратное прохождение всего населения по переболеванию приведет к такому мощному коллективу, коллективному иммунитету всей планеты, всего населения, особенно вот этой части с 33 до 66 лет. И на этом дело, мы, так сказать, он, ну, будем говорить, уйдет на задний план. Его место займет грек. Что касается современных методов лечения вируса, Александр Трофимов считает, что мировая медицина недооценила его и не до конца поняла его сути. Водина Каракетова, Роберт Жигутанов, Вести, Карачаево, Черкесия.